Библейский портал экзегет.ру представляет Собственно, что это было для израильтян, для Соломона Как оно должно было существовать, функционировать и все такое прочее Итак, восьмая глава Тогда собрал царь Соломон всех старейшин, израилевых, всех предводителей племен И глав семейств, сынов Израилевых к себе в Иерусалим Чтобы перенести ковчег Завета Господнего из города Давида, то есть Сиона Ну там он стоит в Скинии, где-то отдельно Вот ковчег, который все время странствовал с израильтянами Теперь есть место его постоянного хранения И собрались к Соломону на праздник все израильтяне в месяце Этаним Это седьмой месяц Когда прибыли все старейшины Израиля, в это священники подняли ковчег И понесли священники с левитами ковчег Господень И шатер богоявления, и все священные сосуды, которые были в шатре Шатер богоявления, или шатер встречи Который, собственно, был во время странствия израильтян через пустыню И после этого оставался у них И который был, собственно, местом богослужения А царь Соломон, вместе со всеми собравшимися к нему израильским народом Перед ковчегом приносил в жертву крупный и мелкий скот Так было его много, что и не перечесть Священники внесли ковчег Господнего Завета на его место В довер храма, это святое святых Подкрыли херувимов Ведь херувимы простирали крылья над местом, где стоял ковчег Осенний Айсам ковчег и шесты, на которых его носили То есть херувимы, это были некоторые вот такие статуи, поставленные туда И мы даже не знаем, кто это и что это, как выглядело По аналогии, скажем, с ассирийскими дворцами Это такие изображения духов в виде животных Быков, львов с человеческими головами и крыльями Которые были своего рода такой охраной для царя Или здесь свитой для бога Эти шесты, на которых носили ковчег Были достаточно длинными, чтобы их концы было видно Со священного места перед самым довером, но не далее того То есть они как бы выдавались наружу чуть-чуть Так это осталось и по сей день Ну, к сожалению, не по сей А по тот день, когда этот текст был написан Не было ничего в ковчеге, кроме двух каменных скрижалей Которые туда положил Моисей на горях Хариф То был завет, заключенный Господом с сынами Израилевыми После исхода их из земли египетской И когда оставили священники святилище, то облако наполнило храм И священники не могли продолжать служение из-за этого облака Ведь эта слава Господня наполнила храм Господень Вот облако шло когда-то перед израильтянами Во время их исхода из Египта И здесь облако снова присутствует в храме Как зримый такой знак присутствия Бога Тогда сказал Соломон Говорил Господь, что обитает во мраке Я построил ныне тебе величественный дворец Вот интересно, сначала краткая такая фраза Соломона Говорил Господь, что обитает во мраке Ну то есть там, куда не проникает наш взор Но я построил дворец А нет ли здесь противоречия Что же, я построил дворец И теперь Бог будет у меня в этом дворце жить Как какое-то домашнее животное В отведенном ему месте И вот дальше подробная молитва Соломона Которая, собственно, отвечает на этот вопрос Он сказал, Соломон Благословен Господь Бог Израилев Ныне совершил рука его то, что прорекли его уста отцу моему Давиду С того дня, как я вывел народ мой Израиль из Египта Не избрал я города во всех племенах Израилевых Чтобы построить в нем храм во имя мое Но избрал Давида, чтобы быть ему над народом моим Израилем И смотрите, Господь выбирает не место Господь выбирает людей Человека Легло на сердце отцу моему Давиду Построить храм во имя Господа Бога Израилева Но Господь сказал отцу моему Давиду Что легло тебе на сердце построить храм во имя мое Это добрый замысел Только сам ты не построишь храма А сын вышедший из чресел твоих Он построит храм имени моему Вот, соответственно, понятно То есть мы уже это читали Во второй книге царств или царей довольно подробно То, что желание Давида не осуществится И здесь Соломон не объясняет почему Ну, скажем, храм он объяснял, что Соломон вел войны Давид вел войны Что человек, который проливает много крови Не должен этими вещами заниматься В принципе, так и во второй книге царей И вот исполнил Господь слово, которое изрек Если ступают они пред тобой от всего сердца Вновь он, собственно, повторяет то, что уже сказал Господь Что дело не в зданиях Дело в том, чтобы соблюдать заповеди Что проликли уста твоя рабу твоему и отцу моему Давиду То он и не исполнил рука твоя И ныне, Господи, Божий Израилев, исполни, что обещал ты отцу моему Давиду Не лишишься ты мужа, сидящего предо мной на престоле Израилевым Если только будут хранить пути свои, ступая предо мной, как делал и ты Соответственно, опять-таки, главное не в строительстве храма А в том, чтобы продолжать эту линию поведения А теперь, Божий Израилев, подтверди слова, которые говорил ты рабу своему и отцу моему Давиду И дальше вот молитва продолжается И она уже переходит в жанр богословского трактата Как это Бог будет жить в храме? Жить ли Богу на земле? Если небеса и даже небеса небес не вместят в себя Уж тем менее этот храм, построенный мной Но снизойди к молитве раба твоего и к просьбе его, Господи, Боже мой Выслушай смиренную просьбу, которую обращает к тебе ныне раб твой Да будет пред взором твоим этот храм денно и ночно Место, на котором обещал ты наречь собственное имя, чтобы слышать молитвы, которые будет обращать к тебе в этом месте раб твой Выслушай просьбу раба твоего и народа твоего Израиля, которые обратят к тебе вместе этом А ты, услышь там, где пребываешь на небесах, выслушай и помилуй Если кто согрешит против ближнего своего и прибегнут тогда к клятве и придут совершать клятку твоему жертвеннику в этот храм Тогда ты услышишь с небес и рассуди рабов твоих, обвини виновного и обрати зло его на его же главу Но оправдая правого и воздая ему по правоте его То есть, Господи, тебя в этом храме нет и не будет Ты на небесах Понятно, что тогда небеса понимались как некое другое пространство над этим миром Но это место, куда будут к тебе приходить Это место встречи Когда потерпит народ твой Израиль поражение за грех пред тобой, но вернется к тебе и восхвалит имя твое, обратившись к тебе с молитвой в этом храме, ты услышь на небесах и прости грех твоего народа Израиля, возврати их в землю, которую ты дал их правоцам Когда затворятся небеса и не будет дождя за грехах, но помолятся они в этом месте и восхвалят имя твое и отвратятся от греха своего, ибо ты смирил их Тогда услышь на небесах и прости грех рабов твоих и народа твоего Израиля Тогда научи их благому пути, по которому им ступать, и даруй дождь для земли, которую ты дал своему народу в наследие Если будет в стране голод, или чума, или пагуба, и болезнь на растениях, или саранчан упадет, или враг приступит к городским воротам, какая бы то ни была беда и погибель, то на всякую молитву и просьбу, кто бы с ней ни обратился из народа твоего Израиля Когда осознает он беду, что на сердце у него и прострет ладони в этом храме, тогда услышь его на небесах, где ты пребываешь, сотвори прощение и воздай каждому по путям его Ну, вновь и вновь этот мотив, то есть ты на небесах, но этот храм, место, где к тебе обращаются Еще очень важный момент, когда осознает он беду, что на сердце у него То есть внешняя беда, нападение врагов, болезнь растений, саранча, или что-то еще, это повод сознать беду, которая на сердце, и обратиться с ней к Господу Ведь тебе открыто его сердце, тебе единственному открыто сердца всех сынов человеческих, чтобы боялись они тебя, покуда живут на земле, которую дал ты правоцам нашим Чего, казалось бы, проще, когда будет у нас беда, мы принесем тебе жертвы, и ты нас от этой беды избавишь Нет, когда сознает человек беду своего сердца, тебе открыто его сердце, тогда услышь его и поступи с ним по его делам Вот, собственно, чем отличается единобожие от язычества Язычество, да, вот тут Бог море, тут Бог суши, тут Бог небес, тут Бог урожая, тут еще кто-нибудь Мы принесли им жертвы, они нам пошлют, соответственно, там, хорошую погоду, урожай, победу над врагами, плодородие и все такое прочее Так что ж, это только для израильтян? Если и чужеземец, не из твоего народа Израиля, придет из дальней страны ради имени твоего, ибо и там прослышит о твоем имени великом и мощи, простертой твоей руки И придет он помолиться в этом храме, тогда услышь его на небеса, где ты пребываешь и поступишь с земцем по его обращению к тебе Тогда узнают все народы земли имя твое, чтобы бояться тебя, как и народ израилев, и узнают, что имя твое наречено на этом храме, построенном мной То есть храм это не только для израильтян, это место, в котором имя Божье будет являться всему миру, это место для сборки нового человечества Дальнейшая вся история Израиля будет скорее про то, даже не про то, как Израиль исполняет, а чаще не исполняет заветы с Господом Хотя про это очень много, но скорее про то, как Израиль становится точкой сборки нового человечества В новом завете, соответственно, эта сборка начнется уже в полную силу, да А пока просто как распространение идеи о едином Боге Когда выйдет народ твой на битву с врагом, по пути, указанному тобой Тоже важная деталь, не просто захотелось в чистом поле мечом помахать и победить врагов А по пути, указанному тобой, угодная тебе война То помолятся они Господа, обратившись к городу, избранному тобой, к храму, построенному мной во имя твое То есть обратившись в сторону, они даже не в храм придут, они будут где-то там в поле перед боем Тогда услышь на небесах молитву и прошение их и воздаем по правде их Воздаем по правде их Не даруй победу над врагом любыми способами Если же согрешат они пред тобой, то нет человека, который бы не согрешил То прогневаешься ты на них и выдашь их врагам, чтобы пленили их, увели во вражескую страну Будь она близка или далеко, что и произойдет То есть смотрите, это не требование безусловной победы Это признание того, что может быть и поражение, и поражение будет за грехи Но придут они в разум и обратятся к тебе с мольбой в земле их пленения и скажут Согрешили мы, творили зло и нечестие И обратятся к тебе от всего сердца и всей души в стране врагов, пленивших их И помолятся к тебе, повернувшись к стране, которую ты дал правосам их Всего лишь направления, да, даже в храм они не смогут прийти, они в плену И к избранному тобой городу, и к храму, построенному мной во имя твое И тогда услышь на небесах молитву и прошение их и воздаем по правде их Прости народу твоему, в чем согрешил он пред тобой Все совершенные ими пред тобой преступления И возбуди сострадание к ним в угнетателях их Ибо они народ твое, наследие твое Ведь ты вывел их из Египта, из печи железной Да будут очи твои благосклонны к просьбе раба твоего И к просьбе народа твоего Израиля Чтобы выслушать слезное моление Их, и бы ты отделил их от всех народов земли себе в наследие Как обещал ты через раба своего Моисея, когда вывел их из Египта, владыка Господи Ну и краткий итог Этот народ твое наследие Ты себе его сам взял А поэтому правь им ты, говорит Соломон Не только сейчас, пока я царь Но вообще правь им всегда И вот, собственно, эта молитва Она, мне кажется, очень точно и полно отражает Наиболее высокие представления Ветхого Завета Вот об этом культе храмовом Да, там приносятся жертвы, там совершаются молитвы Там много чего происходит еще Но смысл не в том, чтобы добиться при помощи этих внешних действий От Бога помощи в своих делах Неважно, будь это там победа на войне Или там благополучный урожай Но в том, чтобы люди встречались с Богом И его имя несли окрестным народом А вот насколько у них все получится хорошо С урожаем или с войной Но это уже зависит в основном от их, собственно говоря, дел Когда Соломон закончил молиться Господу Просительными словами этой молитвы То встал перед жертвенником Господним с колен Но ладони его еще были простерты к небу Стоя он громким голосом благословил собрание израильтян Благословен Господь, давший отдохновение народу своему Израилю, как и обещал И не пропало ни одно слово из тех благих обещаний Которые дал он через раба своего Моисея Отдохновение, то есть спокойную жизнь в своей земле Да будет с нами Господь Бог наш, как был с правоцами нашими Да не оставит и не покинет нас Но да обратит к себе сердце наше Чтобы всегда ходили мы по его путям И хранили заповеди и уставы и постановления его Которые заповедовал он правоцам нашим И да будут слова этой просьбы моей Ко Господу близки Господу нашему Богу Денно и ночно Дабы по справедливости хранил он изо дня в день Раба своего и народ свой Израиль Да узнает все народы земли, что он, Господь Бог, и нет и новые Да будет сердце ваше полностью с Господом Богом нашим Чтобы поступать нам по уставам его И хранить заповеди его, как и в сей день Ну вот эта молитва, собственно, повторяет основные идеи Большой молитвы, это уже такое благословение Еще, еще раз Не место, где сидит Бог, как некий вот прирученный зверь Да, но место, где человек наиболее удобным образом Не только там, но там наиболее удобным образом Может обратиться к Богу, пребывающему на небесах Потому что его не вмещает весь этот мир Еще менее этот относительно небольшой по нашим меркам храм Царь и весь Израиль вместе с ним принесли жертву пред Господом Как благодарственный дар Соломон принес Господу 22 тысячи голов крупного и 120 тысяч голов мелкого скота Ну, совершенно немыслимое количество скота Итак, царь и сынами Израилевыми осветили храм Господень В тот же день Соломон осветил средний двор, что пред храмом Господнем Там он принес всесожжение хлебный дар То есть муку, принесенную в жертву изжигаемый Жир от благодарственных жертв Это все разные жертвоприношения Соответственно, некоторые из них полностью сжигались всесожжение Некоторые делились между жертвенником и теми, кто их приносит Потому что бронзовый жертвенник, который был прямо пред Господом Был слишком мал, чтобы вместить всесожжение хлебный дар И сжигаемый жир от благодарственных жертв Ну, то есть внутри храма маленький жертвенник для благовония А на дворе стоит большой для как раз вот всех этих животных В это время Соломон устроил праздник С ним был весь Израиль от Лавохамата и до потока Египетского Ну, то есть с севера до юга Великое собрание пред Господом на семь дней, еще на семь Всего четырнадцать дней На следующий день Соломон отпустил народ Люди благословили царя и пошли по домам С радостным и легким сердцем изо всех тех благ Которые сотворил Господь своему рабу Давиду И народу своему Израилю Ну, и последнее, что здесь стоит сказать Что строительство храма Это продолжение отношений Господа с Давидом Да, вот тот благой дар, который Господь обещал Давиду Но который был получен уже только во времена его сына Соломона Дальнейшая история Соломона, она будет в следующих главах Дальнейшая история Соломона, она будет в следующих главах Дальнейшая история Соломона, она будет в следующих главах Дальнейшая история Соломона, она будет в следующих главах